Волонтеры Арсен Янакян и Иван Грачев готовятся выехать на вызов. Обязательная экипировка, медицинская маска и перчатки. Они встречаются на пороге здания, где расположена общественная палата Ленинского городского округа. Здесь находится волонтерский штаб. Сегодня, помимо основных заявок, им также нужно доставить гуманитарную помощь. Продуктовые наборы от губернатора Московской области. Арсен вступил в ряды активистов почти с самого начала самоизоляции. Он признается, что для него было очень важно не остаться в стороне и помогать в этот непростой период. Мы стараемся, трудимся, делаем. И просто ответственно к этому относимся. Это считаем долг каждого жителя, который может помочь. Есть две руки, две ноги, он должен этим заниматься. Арсен 10 лет занимается каратэ. Сейчас спортивные навыки помогают. Ведь иногда за день нужно посетить более 20 адресов. А это физически непросто. Ответственность. Когда ты берешь на себя ответственность, что ты должен все довести и отдать все людям. Это самое сложное. Волонтерские чаты оживают с раннего утра. Координаторы выкладывают заявки, добровольцы их моментально разбирают. Иван Крачев, тренер по тяжелоатлетике в спортивной школе Олимпийского резерва, рассказывает, что фронт работы большой и с каждым днем увеличивается. Но и желающих помогать тоже много. Воспитанники, которые у меня раньше тренировались, они отликнулись и тоже нам помогают. Причем я очень был удивлен, это не очень мало людей, правда, там помогают ребята, говорят, да, конечно, мы можем помочь. Одним из обращений, поступивших в минувшие выходные на горячую линию, стал звонок от ветерана Великой Отечественной войны Нины Кайминой. Она попросила помочь с доставкой продуктов питания. Необходимая помощь была оперативно оказана. Волонтеры выполнили просьбу, соблюдая все необходимые меры предосторожности. То, что вы просили помочь купить, мы купили, доставили. Хорошо, спасибо большое, я очень рада. Волонтеры очень заботились, они мне вносили все продукты, лекарства. Я думаю, все такие, потому что шли на это сами, их никто не заставлял. В период распространения инфекции самое главное – оградить представителей старшего поколения от опасности заражения. И волонтерская помощь в это время востребована как никогда. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЕТВ.